Итак, мы с вами находимся в деревне Сокуле. Тут закончен первый этап, а именно возведена так называемая коробка дома. Этот дом газобетонный по проекту Nordic Black, 151 квадратный метр жилой площади. В доме у нас есть 4 спальных комнаты, есть 3 санузла и кухня-гостиная 41 квадратный метр. Также есть котельная и есть отдельное помещение, такой хоз, постирочная. В общем, проект на самом деле очень крутой. Вот этот эркер выступающий позволяет сделать планировку эргономичной. В доме большие панорамные окна, много света. Еще планируем установить мансардные окна. И пойдемте буквально экспресс-обзор, немножко про технологию, немножко про планировку. Потому что основной обзор будем делать, когда уже будет все красиво, все закончено. Часть работы у нас планируется на весну, а именно остекление и фасадные работы. Мне очень нравится этот проект. Это пятый дом, как я уже сказал по этому проекту. Дом такой в современном стиле, барнхаус, без свесов. И очень оптимальная такая стоимость за квадратный метр получается. То есть на сегодняшний день, это декабрь 2022 года, коробка этого дома стоит в районе 7 миллионов 200 тысяч. В нашей компании сюда входит монолитная плита, фундамент. Сами стены, перегородки, железобетонные, пустотелые плиты перекрытия, то есть межэтажные. Кровля фальцевая, квикфальц. То есть вот эта коробка и остекление. То есть под ключ этот дом где-то будет в районе 13-16 миллионов, в зависимости от отделки, от начинки, от инженерки. То есть, ну, будем смотреть. Зашли в дом. Здесь у нас сразу ниша под шкаф. Дальше идет хоз помещения и постирочная. Там сразу сделано посередине помещение трап, чтобы если что свевать. Дальше у нас здесь идет лестница. То есть первый марш, поехали на второй этаж. Тут у нас санузел на первом этаже. Проходим бамс, кухня-гостиная. Прекрасная, роскошная, 41 квадратный метр. А на три стороны остекление. Очень нравится мне вот то остекление угловое, да. То есть вы сидите, здесь будет гостиная. Сидите на диване. И у вас все, прекрасный будет вид, да. Такой почти панорамный. Здесь у нас обеденная зона. Огромное большое панорамное окно. Все как мы любим. Здесь у нас выход на террасу. Тут зона кухни будет. И даже у кухни есть свое окно. То есть мы максимально собираем в нашем Санкт-Петербурге солнечный свет. Тут продуманное отличное решение. Это кладовая. Там соленье-варенье. Ну вы поняли, очень удобно. В принципе, все по первому этажу. Псс, подпишись на канал. На второй этаж не полезем. Там подготавливается проем под лестницу. В общем, нет доступа как бы на второй этаж. Но вот здесь появляется планировка, да. Это планировка второго этажа. Итак, рассмотрим ее. Во-первых, шикарная мастер-спальня. То есть у нас мастер-спальня со своим гардеробом, со своим санузлом. Такая отдельная, такая изолированная зона хозяев дома. Дальше у нас идет кабинет с большим подоравным окном. Таким же, как на первом этаже. Дальше идут две спальни. Обратите внимание, как V-образно сделаны перегородки между ними. Это позволяет как бы ставить шкафы с той и с другой стороны. И получить как бы, ну, ровную плоскость, без углов. Это такое финское решение. В общем, must have. Всем рекомендую использовать в своих домах. Итак, из чего сделан этот дом. Первое. Фундамент. Это монолитная железобетонная плита с двойным армированием. 300 миллиметров толщина. Дальше. Газобетон. Наружные стены у нас 400 миллиметров. То есть, в принципе, они уже не требуют какого-то дополнительного утепления. Но, я не знаю, по-моему, заказчики вроде еще хотят сделать все-таки дополнительное утепление. Будем весной решать. Тогда получится вообще максимально энергоэффективный вариант. Дальше. Межэтажное перекрытие. У нас пустотелые ЖБ плиты. Монтируются они за один день всего лишь. Кровля у нас Quick Files. Стропильная система сделана из доски с антисептированием. Все как всегда. Хорошие пленки. Здесь Тайвик использовались для гидроветрозащиты. И покрытие уже Quick Files. Важно, наверное, отметить, что в этом доме также есть монолитные участки. Например, вот здесь. В зоне Г-образного такого остекления. Здесь сделан специальный монолитный столб. Причем хочу заметить, что монолитный столб сделан с уступом. На 100 миллиметров он отходит от наружной кладки. Для чего это сделано? Чтобы как раз его утеплить. Обязательно монолитные участки нужно утеплять. И как раз здесь мы утепляем. И получается у нас пеноплекс. Западлицо с наружной кладкой. То есть потом это просто штукатурится. И все у нас получается единая ровная основа. Если это не учесть, то на фасаде появится как бы наоборот выступ. Поэтому учитывать это надо при проектировании. Конструкторы грамотные всегда это делают. Если ты еще не подписался на нас в ютубе, останови это видео и сделай это прямо сейчас. А также кидай ссылочку друзьям. На первом этаже у нас армопояс и перемычки совпадают. Армопояс является и перемычками над окнами. Выполнено в ублоках. Да? То есть везде по первому этажу. Монолитные балки также присутствуют в доме. Во-первых, проходит сплошная балка. Это середина дома. То есть под коньком. И также у нас вот здесь одна балка монолитная большой. Здесь пролет. И там сверху еще и перегородки стоят. И здесь тоже. Да? То есть конструктор посчитал. Сделали монолит. Все. Надежно, долговечно. И не паримся. Не сильно это затратно на самом деле. Многие что-то боятся. Все. Сделали надежно. На века я не думаю о чем. Надеюсь, вам понравился обзор этого дома. Пишите в комментариях, как вам вообще планировка. Как сам проект. Всем до новых встреч. Пока.